Привет, друзья! Сегодня я представляю вашему вниманию три сорта немецкого пива Крюкброй. Немецкая пивоварня Крюкброй, полное название которой звучит как Конрад Крюкбреури Энд Унтанзал ГМГАш, это традиционная немецкая пивоварня из городка Вайшенфельд в Баварии. Управляют компанией Конрад Крюкбр, которого все просто называют конник, вместе со своей женой и двумя дочерями. На производстве задействовано всего около 15 рабочих, то есть пивоварня вполне может называться крафтовой. История пивоварни началась в 1834 году, когда основатель пивоварни, прапрадед нынешнего владельца компании, собственно, стал варить пиво. Конрад Крюк стал управлять пивоварней в 70-х годах прошлого столетия, а до этого ей управляла его мать. Конни первый в истории пивоварни Крюк приступил к разливу пива в бутылки. В настоящее время объемы производства пива серьезно увеличились и пиво Крюкброй доступно по всей Германии. Экспортируется оно также в некоторые страны Европы, не стало исключением и Украина. У меня на дегустации будет сразу три сорта пива от пивоварни Крюкброй. Это Крюкброй лагер, темный дункель лагер. Крюкброй краудстов, что-то типа киллербир, что буквально обозначает пиво из погреба. Это нефильтрованное лагерное пиво, как правило, сильно приправленное ароматным хмелем. И Крюкброй фэтбир, полутемный лагер. Все они произведены по технологии низового брожения. Начнем с Крюкброй лагера. Итак, Крюкброй лагер. Содержание алкоголя в мин 5%, плотность его 11,7%. В составе вода подготовленная, жареный ячменный солод и хмель. Ну, немцы же ж. Давайте пробовать. Бутылочка у нас 0,5. Бутылка обычная, тут не заморачиваются. Обычная чебурашка темного стекла. Этикетка золотистая, с коричневыми тонами. На ней нарисована сама пивоварня. Написано, что это лагерь, кругой. И закреплено все это дело сургушной печатью. Вот таким вот образом это выглядит. Контр-этикетка выглядит вот так. Есть этикетки на голышке. Логотип на крышечке. В общем, эта бутылка мне напоминает пиво из прошлого, времен Советского Союза. Собственно, оно встречалось мне уже не первый раз. Но я как-то не решался его попробовать. Ввиду того, что дизайн у него, ну скажем, честно, отталкивающий. Ну что ж, главное ведь содержание. Давайте пробовать. Пиво нас встречает очень классной, такой высокой, немецкой, устойчивой, красивой, бежевого цвета. Пеной шапкой, состоящей из среднего размера пузырей. Средняя карбонизация из мелких пузыриков. Пиво прозрачное. Янтарно-каштанового цвета. Вот таким вот образом это выглядит. Все красиво. Здесь аромат сельского дома. Немножко жареные корочки хлеба. В аромате солодовая сладость. Какая-то маслянистость. Немного карамели. Неких трав с нотами ореха. Во вкусе жженый карамельный солод. Вкус очень мягкий, водянистый. Немного травянистости. Чувствуется мягкая такая шмелевая горечь. Тело такое умеренно плотное и очень питкое. В послевкусии все те же солодовые и травяные тона. Карамель, немного дыма. И такая неконцентрированная, ненавязчивая хмелевая горечь. Перейдем к следующему софту пива. Следующим у нас будет клюв Брой Крафт Стоп. Содержание алкоголя в нем 5,4%. Плотность его 12,9%. В составе у него вода подготовленная, жареный ячменный солод и хмель. Бутылочка точно такая же, как и у предыдущего варианта. Все та же чебурашка коричневого цвета. Очень похожая этикетка. Отличается только названием и внесением такого бордового цвета в дизайн. Все так же непривлекательно. Изображение пивоварни, закрепленное сургучной печатью. Давайте попробуем. Данный сург пива должен быть с выраженной хмелевой составляющей. Сейчас проверим. Цвет он соломенного, соломенно-золотистый, мутноватый, с присутствием взвеси в нем, средняя карбонизация, состоящая из мелких пузырей, невысокая пена белого цвета, состоящая из среднего размера пузырей и крупного размера пузырей, посмотрите как это выглядит, меня смущает взвесь. Солодовый аромат, некие земляные ноты в нем, дрожжи, ноты апельсина, небольшая затхлость, напоминает некоторых представителей нашего регионального украинского пива. Очень концентрированная солодовая подложка, ноты меда очень концентрированные и навязчивые, яблочные, цитрусовые ноты немножко, выраженная кислинка какая-то такая, скорее лимонная, дрожжевые ноты такие, хлебные, совсем немного трав. В послевкусии сухое, абсолютно перекошенная в солодовую сладость, баланс здесь, как по мне, отвратительный. Пиво довольно плотное, концентрированное, насыщенное и приторно-сладкое. Как я уже говорил, не люблю присутствие медового вкуса в пиве, возможно кому-то это нравится, мне нет. Ну и последний на сегодня представитель Крюкброй, сорт пива Pet Beer, возможно он меня сегодня порадует. Содержание алкоголя в нем 5,5%, плотность его 13,4%. В составе у него вода подготовленная, жареный ячменный солод и хмель. В составе у всех трех сортов абсолютно один и тот же. Бутылка точно такая же, цвет этикетки немного изменен, вместо бордового, как в предыдущем варианте, у нас появился розовый. Вот таким вот образом выглядит бутылка, контур-этикетка. Все как-то наклеено, как будто бы от руки на скорую руку, кривовато. Но все это мне напоминает а-ля Советский Союз. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 У него красивый темный янтарный такой цвет Оно прозрачное абсолютно Средняя карбонизация Очень хорошая устойчивая Пенная шапка Состоящая из среднего размера пузырей Бежевого оттенка она Посмотрите как выглядит данный сок пива Пока что он мне нравится Больше всех В аромате такие легкие ореховые тона Опять-таки солодовость Чувствуется сжаренный сахар Карамель Древесные немного корченые ноты Темные фрукты, что-то типа сливы Вкус Продолжение аромата Ноты ореха Карамель Травы Жженый сахар Некие кофейные нотки в конце Солодовая подложка здесь номинирует Но хмелевая горечь Тоже отчасти выражена Такая Деликатная Древесно-хмелевая горчинка Среднее тело Довольно водянистое В послевкусии сухое и короткое Карамельное такое С нотами дыма Семь, шесть, пять, четыре, четыре, четыре Лагер Просто темный лагер Ничего особенного Крафт-софт должен был удивить Хмелевой горечью Она там абсолютно отсутствует Просто солодовая подложка Доминирует Ну и фест-био Оно, кстати, лучшее Из трех представителей Но в то же время Просто полутемный лагер И ничего особенного В общем, не лучшие сорта Из тех, которые я пробовал От немецких производителей Ну, бывает и так Регулярная стоимость данных сортов пива Бутылочки 0,5 В Украине Порядка 37 гривен И это приблизительно 1 доллар 48 центов На американские деньги Мне они достались по акции За 22 гривны 39 копеек И это около 89 центов Немногим дороже Оказался темный лагер Цена на него была 23 гривны 19 копеек И это приблизительно 92 цента И честно, положа руку на сердце Я не рекомендую вам данные сорта пива Для дегустации Как-то так А на сегодня у меня все Подписывайтесь на мой канал Заходите в мою группу ВК, ссылка внизу Оставляйте комментарии Ставьте лайки Будет интересно Пока-пока, друзья Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok